Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова 23 олимпийские медали. Гульни у Рея Дежанейра пополнили скарбонку трыма узнагородами и молодые олимпийцы – приклад для юных спортсменов. С днем веда у хлопцев и девчат повиншовали наставники, ветераны спорту и тренерской працы. Ваши будущие поспехи – это поспехи краины, по яких яе будут познавать во всем свете, означали яны у своих пожаданиях. Мы провели хороший отбор ребят-новичков, то есть они уже у нас были абитуриентами, и вот чисто психологически они уже понимают, для чего они сюда придут, что надо учиться, это очень сложно совмещать еще двухразовые тренировки. И поэтому я думаю, что все у нас получится, лучшие тренеры, вот все, что лучше в области есть, тренеры у нас работают. И как практика показывает, они могут довести до спорта высших достижений. Гомельское училище, оно у нас всегда традиционно было в Фаворе, в республике, всегда оно поддерживает второе место, немного в этом мы в сезоне отстали, но это мы наверстаем. Во всяком случае, здесь собирается вся элита спортивная, молодежная города Гомеля, мы отбираем наилучших учащихся, просматриваем их в течение года, и, конечно же, по результатам и спортивным результатам мы стараемся всех включить. Завтра другого вересня мясцовые влады проведут черговые промые телефонные линии. На пытание Жихара Гомельской в области откажет наместник старшини Гомельского Аблвыконкама Владимир Владимирович Горбачев. Звернуться до его можно с 9 до 12.1 по номеру телефона у Гомеля 33-12-37. А у Гомельским Гарвыконкаме прямую линию проведе наместник старшини Сергей Анатольевич Радзюк. Нумер телефона 75-18-54. Гомельские медики выпрацевали властную методику диагностики тяжких захворваний. Новиковое доследование провели супрацовники РНПЦ радиоциной медицины и экологии человека. У вынику отрымалося вынайсти метод, який дозволяясь микроскопичной докладностью выдалять патологично измененные клетки у тымлику раковые. Об его эффективности кажутся десятки поспеховых операций. Подробязности в наступном сюжете. Республиканский навуково-практичный центр радиоциной медицины и экологии человека. Сюди поступают пациенты з усею гомельщиной не только. Многие с тяжкими патологиями. Оперативно, докладно провести диагностику без сучасных обсталяваний немагчима. Тому техника тут самая найновшая. До прикладу гэта система конфокальной лазерной микроскопии. Заскладанной назвой обсталявания, якое дозволяя на клетковом узровне прямо унутри организма провести доследование и одразу поставить диагност. Ранее для этого мы выполняли биопсию. Брали кусочки слизистой на морфологическое исследование. И патоморфологи нам уже давали заключение. Сейчас мы это можем делать уже непосредственно во время эндоскопического осмотра. Ранее на диагностовании сходило 5-7 дюн, теперь 10 хвилин. Столько должится эндоскопичная процедура. При этом докладность постановки диагноза стала больше высокой, а невеликий диаметр зонда минимизует дискомфорт для пациента. Кончик этого зонда подводится к зоне интереса, к тому участку слизистой, который нас интересует. На экране монитора мы видим структуру слизистой и уже можем судить о наличии той или иной патологии. Пакуль такое обсталявание есть только в Минску и Гомеле. Тому у РНПЦ едут за здоровьем не только из всей Гомельшины, а и из других регионов Беларуси и на Водроссии. Дорогие, я ший тому, что у Гомеля эту технику выкористовывают по своей методике. Так, французский вытворцы вызначил ее применение вельми вузка. Доследование только из травникова кишечных аттракта. Гомельские специалисты поширили этот спектр и научились доследовать и другие органы. Вот мы в качестве нового исследования применили эту методику и сейчас широко используем для дифференциальной диагностики образование парасчетовидных желез, жировой клетчатки, лимфоузлов, патологии парасчетовидной железы и также новое образование этих органов. Это новая методика, создана компьютерная программа. Проще говоря, мы ставим датчик на патологическое образование, а на компьютере у нас выходит ответ. То есть, что это? Это патологически измененная ткань либо это нормальная ткань. Увы, Нику, отремовывается с микроскопичной докладностью выдалять злоякосные новоутворения, покидающие при этом здоровые клетки, некранутыми. Таким способом проведено уже 60 операций. Выкористовывать методы, куда водится литерально кошный день. Об навыковых доследованиях у мельских медиков и практиц, якая показала свою запотропованность, доведались сами вытворцы и выказали текавость до белорусской распроцелки. Ганна Ковалева, Сергей Лукашук, Телерадио, компания «Гомель». Узнагорода знайшла своего героя празамаль 30 годов. У «Гомеля» уручили медаль за боевые заслуги ветерану боевых дзенев у Афганистане Миколаю Вайтянкову. Гоноровая церемония отбылася у городским военкомате. Павеншавать виновников расистости приехали представники посольства Российской Федерации Беларуси, керовниство областной организации Беларусский союз ветеранов войны у Афганистане, а так само курсанты Гомельского городского кадетского училища. У святочной обстановции Миколай Вайтянков отрымал узнагороду, якую чакал амаль 30 годов. У радженец Жолобинского района свой интернациональный долг у Афганистане выполнил в городе Баграме. Тут размешалася авиабаза военно-поветранных сил СССР. С початку Миколай Вайтянков был старшиной эскадрильи, а затем авиацийным механиком. До медаля за боевые заслуги представлены у 1989 годе, однак по широку причин отрымать его удалось только зараз. Гоноровая узнагорода знайшла своего героя, дякуючи суместной работе уладов и громадских деячев нашего региона, а так само представников Комитета по справах войнов-интернационалистов при Совете Керовников у Радов Держав СНД. С 2000-х годов я сам начал заниматься этим вопросом. В одно время открыв интернет, посмотрел, да, я награжден медалью за боевые заслуги. И обратился в администрацию центрального района. И они мне совместно с городским военкоматом помогли сегодня получить награду. Спасибо им всем. Здоровое счастье им. Самого моцного гамельчанина выберут на святкованне Дня города. С тонгмены розных ваговых категорий будут поднимать бярвенни и буксировать трактор. Заявки на уделу в конкурсе прямая городская организация БРСМ до 15 вересня уключна. У якости приза переможцы отримают тренажеры и спортивное горчевание. Пройдя конкурс 16 вересня у Центральному парку на открытой пляцовце на супрать вяслярной базы. Дальше про подрыхтовку до святкованне Дня города сьогодняя подзе размова у программе «Диалог». На пытание откажет начальник отдела идеологичной работы культуры и по справах молодзи Гомельска Гагарвы Конкама Юлия Уладимировна Собаль. Глядите программу «Диалог» у прямым эфиры на телеканале «Беларусь-4» сьогодняя у 19.01.20. Номер телефона у студии 34-00-43. Гэта иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tyvergomil.by Далее у эфиры «Спортивный огляд». З новинами спорту вас познайомить Михаил Садовский.